Всем здравствуйте! С вами на связи Элени, и вы находитесь в рубрике «Аторо простым языком». Только что завершила расклад, и у меня прекрасное ещё настроение, и я решила ответить вам на один из ваших вопросов. Вопрос задала Елена Акулева. А значит, что делать, когда ты хочешь вытянуть одну карту, и вместо одной тянутся сразу три. В данном случае Елена упоминает королеву кубков, пятёрку мечей и пашку кубков. Как эти карты считывать? Или так, прошлое, настоящее, будущее, или одна закрывает другую, а третья как итог. Смотрите, бывают такие моменты, когда тащишь одну, и вытащила две, либо три. Вопрос в интерпретации второго, он всегда связан непосредственно с вопросом. То есть всё зависит от вопроса, который мы задаём. То есть если бы мы изначально задавали вопрос «хочу что-то узнать, и мне важно посмотреть прошлое, настоящее, будущее». Вытягивание трёх карт называется триплет, но триплетами мы пользуемся, когда изначально мы обозначиваем форму нашего расклада. То есть вытаскиваем три карты, и эти три карты будут нам показывать, то есть мы обозначаем изначально, будет показывать прошлое, настоящее, будущее. Что было, что есть, что будет, да, как, с чего я начинала, что есть сейчас, и чем это всё закончится. То есть в таком случае, да, мы могли бы прочитать все эти три карты в таком формате. Но в данном случае, если у вас есть какой-то свой определённый вопрос, который вы рассматриваете, чисто случайно, случайно если не бывает, но чисто случайно вы вытащили три карты, они читаются по порядку, в том порядке, в котором вы их вытаскивали, и они не имеют отношения к прошлому, настоящему, будущему. Это не триплет. Опять-таки повторюсь и уточню, скорее всего, если вы изначально так не обозначали. Как их интерпретировать? То есть у вас задаётся вопрос, вытащили три карты, выкладываете их по порядку. Начинаем всегда от первой, потом вторая и третья карты. Карты, казалось бы, читаются индивидуально, но в связке. Всегда первая карта, она определяющая, а вторая и третья, она как бы продолжает повествование. Условно говоря, если первая карта, мы её вытащили, да, как в предложении, у нас это слово море, то вторая карта и третья, она как будто бы даёт объяснение этому морю. Что это за море? Жёсткое и холодное. То есть это вторая и третья карты. И таким образом в сочетании мы получаем, что наше море, оно жёсткое, суровое, давайте скажем, да, и холодное. И таким образом у нас получилось предложение. В вашем случае, да, королева кубков, опять-таки, надо понимать вопрос. То есть мы никогда не читаем, не считываем карты вне зависимости от вопроса. Мы всегда к вопросу привязываем, потому что мы получаем ответ на вопрос. Поэтому мы интерпретируем в контексте вопроса всегда, это очень важно. Предположим, что мы задали вопрос, как пройдёт, допустим, мой день сегодня. И мы вытащили, королева кубков, она первая, поэтому мы с неё и начинаем. Мы не начинаем справа налево, слева направо. Так просто, ну, мы привыкли. Если вы, ну, есть торологи, я знаю, которые читают справа налево. Ну, и так удобно. Вот как еврейские буквы алфавита. Это от вас зависит. Ну, в принципе, если вы читаете так, как обычно, слева направо, первая карта у нас королева кубков. Как пройдёт мой день? Мы, опять-таки, для того, чтобы интерпретировать карты, на своих обучениях я всегда говорю, мы включаем, я включаю, давайте я себе буду говорить, кроме интеллектуального понимания, да, то есть ключевых слов, которые описывает этот аркан, включаем чувствование. Почему? Потому что я работаю по английской школе, английская школа не предполагает перевёрнутые арканы. Но у арканов, а поскольку они многогранные, то есть много разных ключевых слов, как в плюсе, так и в минусе, как понять, какое слово вычленить? Для этого как раз-таки я и включаю чувствование. То есть я через себя пропускают энергию, и я понимаю, что сейчас этот аркан у меня отзывается не очень приятно, потому что у меня ощущение может быть некой такой холодности, либо сжатости, и некой тревожности. И я понимаю, что здесь королева кубков у меня будет считываться в минусе, да, как негативы. То есть какие-то переживания, волнения. Вопрос какой был, как пройдёт мой день? Вытаскиваем королеву кубков, чувствуем, что здесь неприятно, и значит, что волнение, переживание. Как пройдёт мой день? Я буду волноваться, буду переживать. Следующая карта, она нам даёт пояснение, пятёрка мечей, о чём я буду переживать. Возможно, я услышу какие-то негативные новости, да, то есть сплетни, что-то я узнаю. Либо я, например, поссорю с кем-то, либо у меня есть желание, и я одержима чем-то. И вот из-за того, что я хочу это получить, да, по пятёрке мечей, любой ценой, мне не важно, я хочу это получить, а у меня не получается, пространство мне не даёт. И я его продавливаю, и от этого я переживаю. То есть как пройдёт мой день? Через переживание. Почему? Потому что я не получаю то, что я хочу по пятёрке мечей, и какое-то последнее. И паш кубков. Это может быть связано, то есть нам даёт ещё и пояснение, это может быть связано, допустим, с какой-то нашей детской травмой. Паш кубков – это начало масти кубков, начало масти воды, чувствования, да, то есть начальные этапы, зарождение, предпосылки к каким-то чувствованиям. Если мы не говорим конкретно о фигурах, да, что это, например, ну, пажи у нас незрелые, да, пажи всегда были незрелыми людьми, это вот подростки до 14 лет. Пажи были всегда помощниками королей, они носили оружие, собирали оружие, ну, вот мальчики на побегушках. Поэтому здесь мы можем сказать, как пройдёт мой день, я буду переживать. Почему? Потому что я что-то хочу и не могу это получить, как вариант, да, и это связано вот эта вот моя одерживость именно с какими-то детскими травмами. Либо мы можем сказать, что я буду переживать и волноваться. Почему? Потому что, возможно, будет какой-то конфликт ссора из-за ребёнка, либо с ребёнком. То есть вы понимаете, что здесь всегда есть какая-то цепочка. Для того, чтобы понять, перевёрнутый это аркан, либо прямой я, это мой способ. Я не знаю, что все тактарологи работают. Поскольку я работаю на прямых картах, я это ощущаю энергетически. То есть если я чувствую, что что-то приятное, позитивное, я могу сказать, что здесь королева кубков будет говорить о каком-то сопереживании, о сочувствии. Человек, который растворяется в тебе, поддерживает, да, либо отражает то состояние, в котором ты находишься. То есть мы берём позитивные качества. Если я чувствую что-то негативное, причём это негативное, оно принимает какую-то форму. Почему я пропускаю через себя? Потому что наш ум, он всегда иллюзорен. Он основывается на том, чтобы собирать информацию и её обрабатывать. Обрабатывает он её на основе своих собственных знаний, опытов, убеждений, ценностей и так далее. То, чем мы наполнены. Но чувствование, оно не обманывает. Оно не иллюзорно, потому что оно в теле. То есть если холодно, холодно. Это не обман, это иллюзия. Ну у тебя руки мёрзнут, пупышки ему покрылись. То есть есть факты конкретные. Что касается ума, здесь нет фактов, здесь их надо перепроверять. То есть почему он так интерпретировал. Действительно ли это так? Либо, ну допустим, что значит факты? Вы видите перед собой человека. И вы видите его образ. И вы понимаете, что это мужчина. Это факт. То есть то, что он мужчина, это факт. Он показал ему паспорт, написано возраст 47 лет. Это факт. Но то, что вы видите мужчину молодого, либо немолодого, это уже иллюзия. Потому что вы вот это вот молодой, немолодой не оцениваете объективно, а субъективно. Почему? Потому что если вам 50, либо 60, то 47 для вас, он моложе, он кажется молодой. А если вам 20, то 47 по отношению к 20 ребенок, 20-летний, либо 17-летний, скажут, что это старик уже, 47 лет, уже все, уже песок сыпется. Это субъективное восприятие. Поэтому мы опираемся на чувствование, на свои ощущения. Холодно, не холодно. Приятно, неприятно. Опять-таки, можно сказать в какой-то степени, что и чувствование может быть субъективно. Но здесь идет информация, считывание именно, знаете, вот интуитивное, когда нельзя это объяснить. То есть вот ты смотришь на карту, но это просто картинка. Но вот ощущения появились, и ты не можешь понять, ты не можешь объяснить, почему именно это. Вот смотрю, допустим, на императора, и у меня руки леденеют. Ну вот пойди разберись, какое отношение, да? Здесь ни фактов, нету ничего. Но ощущение, оно присутствует. То есть здесь есть вот именно вот это вот интуитивное, как я ее называю, щитка. Поэтому перевернутые арканы, либо прямые арканы, я их пропускаю через себя. То есть я ощущаю, я реагирую, и я говорю. Плюс у меня идет всегда щитка вкупе с интеллектуальной. То есть пониманием, что значит карта, да? На основе ключевых слов. И вот я в совокупности получается, что я соединяю ключевые слова, вычленяю одно, потому что я понимаю это в контексте того, что я говорю, да? Какое именно ключевое слово подходит. Ну плюс основываюсь на свои ощущения, восприятия, звуки, запахи. Но когда я смотрю на аркан, да, вот у меня сразу включаются запахи, чувствования, да, я слышу, и так далее, так и на эстетика. И может быть даже вкусовые какие-то рецепторы начинают работать. То есть вот это вот все в совокупности я считываю. Поэтому отвечаю на ваш вопрос в последовательности. Первая, вторая, третья. И как будто бы одно предложение. Каждое, допустим, аркан – это одно слово. И вы соединяете эти три слова, потому что три аркана, три слова – красивое такое предложение. Я надеюсь, я объяснила и была понятна. Если нет, пишите в комментариях, я уточню, если что-то еще непонятно дополнительно. Я благодарю вас за вопросы. Вы также можете писать свои вопросы в комментариях, если вам что-то непонятно. Я обязательно запишу для вас ролик. Мне приятно, вам полезно. А я с вами прощаюсь. Пока-пока.